доброго времени суток сегодня хочу вам рассказать о том о чем будет наше следующее видео это будет наверно серия видео которая будет склеена в одно видео днем я вам расскажу и покажу детально как я буду выращивать огурцы в дома на подоконнике или на полу там где есть доступ к свету и где тепло у меня в доме не очень теплой температура воздуха примерно 16 18 градусов но для прорастания огурцов достаточно 14-15 градусов а для хорошего плодоношения нужно конечно же 23-30 градусов но я думаю то что у нас будет 18 градусов мы все равно получим достойный и вкусный плод наш огурец не будет отличаться ничем от других не что же я вам расскажу чего мы начнем вот у меня осталось 15 вот таких купленных семян и не нужно обрабатывать они уже подготовленные я их возьму положу на ватные диски смоченные водою и накрою еще ватными дисками смоченной водой и так они у меня пробудут пока не появятся маленькие череночки длиной миллиметра два после чего я пересажу все это вы большие емкости где будет прорастать огурец эту емкость я сделаю из бутылки спад воды мне из полторашки воды пустые пластиковые я возьму на дно кину щебень строительный фракция там полтора на два сантиметра после чего я пойду на улицу накопаю земли поставлю в подвале чтобы она подошла после чего я возьму древесную золу меня есть с котла все это укладу такими слоями как на дно бутылки положу гравий после чего я насыплю немножко земли после чего я в землю добавлю залу точной пропорции вам покажу в следующем видео или еще дальше покажу как я буду все это делать это все перемешаю и засыплю в бутылки после чего я буду ждать пока прорастет наш огурчик и мы его посадим это примерно будет две недели в качестве удобрения еще буду использовать куриный помет который я возьму бабушки и разведу его с водой и буду настаивать после чего я буду периодически уносить время и количество раствора и удобрения я вам напишу скажу в дальше видео я думаю будет неплохо срок через который будут планы плана носить огурцы составляет 50 дней это два месяца можно ждать мусор но я думаю сейчас у нас январь месяц февраль март и первые огурчики самые вкусные будет как раз там на 8 марта величию дальше на маши вкусные огурец будет в качестве подвязки я возьму электроды у меня есть куча электродом диаметром 5 миллиметров они мне не нужны у них же осыпается обмазка я возьму их очищу от обмазки и возьму сварю один к второму по длине так чтобы он получился два долгие электрода вместе и просто вставлю в емкость и бы емкость бутылки и буду подвязывать огурец к этому электроду я думаю это дешево сердится ничего покупать не нужно и на за вырез может достичь высоты метр-полтора как и в теплицах как и на улице в открытом грунте все зависит от интенсивности роста вашего огурца чем теплее тем лучше чем больше света тем лучше чем лучше удобрения тем тоже лучше также у меня есть плана сделать крапины полив для этой мини фермы из 15 саженцев огурцов у меня есть шланг от водного уровня которыми мир меряли уровень горизонта при строительстве всех старут у нас дворе и он уже как сказать используем во многих местах перегнулся он уже набился шлаком середине в него завелась плесень пожелтел позеленел посинел и не как сказать не дает точных результатов поэтому возможно использую его для крапина полива кому интересно смотрите дальше что у нас получится так я подготовил наши семена к прорастанию я взял два ватных диска хорошо их смочил немножко отжал чтобы они были мокрые вода мне было но получается наши семена не плавали у меня получилось 14 семян было в упаковке ошибся на время чтобы 15 это также я взял эту миску положу туда ватный диск положил семена сверху вот еще один ватный диск он предварительно смочен теплой воде как же и этот вот у меня есть такая форма для яиц для варки виде можно сказать ковбойской шляпы и мы будем накрывать от попадания солнечных лучей на эти семена чтобы им было чуть теплее и чтобы они имели эффект теплицы и они будут сходить мы вот возьмем накроем все и накроем вот так все у нас рассада готова к прорастанию теперь будем ждать сколько там я думаю два-три дня и увидим наши первые маленькие череночки этих огурцов так дальше я буду вам показывать как мы будем изготавливать землю для наших огурцов и также для нашего укропа петрушки я еще хочу посадить в эти емкости 2 это они взятые и спот на растение каких-то мы покупали в цветочном магазине под дно я взял обычные крышки также будет засыпать получается дренаж потом земля потом земля с удобрениями перемешанные залог и будет вот здесь укроп возможно будет видно здесь семена петрушки все сходится также сама дома где-то через месяц вам можно будет в первые стебли укропа петрушки но все-таки это лучше чем ничего это все домашняя свежая без него кому интересно следите дальше за видим и так продолжаем наше видео о том как мы будем выращивать огурцы дома без каких-либо затрат так я взял обрезал 14 штук бутылок были разные бутылки полторашки и двушки вот что получилось как вы видите на видео также я набрал примерно 2 литры щебня вот такой вот фракции фраза до двух сантиметров также я набрал примерно где-то 8 литров земли возможно меньше она кусками она еще разломается распушится не знаю но я думаю на 14 вот такие вот бутылок не хватит ее она будет здесь стоять приходить до комнаты температуры это меня подвальное помещение здесь тепло с ней уйдет вся лишняя влага как видите спад ведра все вытекает снега станет и она будет пригодная для наших огурцов также я вот набрал залы и зала у меня с копа твердотопленная она идет перемешку с древесным древесным углем и обычным черным углем эту залу мы будем перемешивать с землей и будем насыпать сверху на гравий сначала у нас будете дренаж 2 сантиметра чтобы вода уходила на низ потом будет земля сколько хватит равномерно рассыплю а потом будем садить наши семена когда они прорастут подальше я планирую вот набрать куриным пометом куриный помет я как сказать в кину в бутылку у бутылка оставлю примерно 10 процентов свободного места залью теплой водой и буду перемешивать периодически когда будет время чтобы она там все расчинилась после чего я буду использовать этот настойка концентрат удобрения чтобы удобрять мои огурцы я буду брать этот концентрат с расходом 1 часть этого концентрата на 10 частей воды буду это размешивать и по чуть-чуть подкармливать наши огурцы будьте внимательнее не испортите вас ваш урожай ваши растения поскольку куриный помет очень палит стебля растений еще можно использовать активный уголь размешивать воде можно использовать древесную залу наставленную воде тоже чем использовать перегнившую так бы как травяной отвар травяную настоянку тоже вот обряд наши получается огурцы все что вы можете найти дома не покупая ну конечно можно купить разные там удобрения супер мега комплексы ну зачем тратить денег когда у нас безденежное производство все это можно найти дома следите пожалуйста за мими видео дальше кому интересно все продолжаем и так продолжаем видео о том я буду выращивать огурцы на подоконнике предыдущей части видео я вам показал как я наполнял обрезанные бутылки из-под воды землей дренажом вот что у меня получилось получилось 14 штук так прошло некоторое время также наполнил 2 стаканчика для укропа и петрушки и смотрим что у нас с нашими семенами они проросли как видите они мают чичи черенок такой уже миллиметра 23 где-то и больше теперь будем их высаживать и сажать будем в бутылке для этого нам нужно будет проделать ответственно чтобы вставить туда семена я буду поделывать вот такой штучки это для подровняю кутиков просто буду брать и делать отверстие это отверстие буду ложись семя пинцетом аккуратно и буду засыпать сверху ленка землей а дальше как бог даст оно должно прорасти я вам все видео не буду показать как я буду это делать сколько одну руку очень неудобно я покажу вам на примере есть одна штуки вот можем стараемся положить вверх получается черенком этого не получится поскольку семена плоско но будет лежать все по раз так не найдет дальше себе путь мы просто берем загортаем все прикрыли землю тебя чтобы дать нужную ванки в растению я буду приспать вот сручного приспать для набрался до воды это бутылка с подосвежителем и просто несколько раз сбрызгали все влаго пошло это надо делать день через день если у вас квартире температура градусов 20-25 и выше все все дальше то же самое буду делать следующими бутылками что касается укропа петрушки здесь очень все просто поскольку он само себе сеется я вот просто такой возьму обильно засею семенами у меня их очень много я их не покупал а так собраны своими силами все вот так вот и сверху тоже подшипать водой нужно так же самое родным с петрушкой мобильным токусением 77 все все что не нужно мы праве уберем выбросим тоже сверху сбрызгаем водой нужно больше побрызгаем потому что мы не замачивали с укропом деликатнее он разлетается по желанию можно просто взять вот такой углу глядим это бессмысленно я считаю поскольку укроп так прорастет если захочет все так же самое будем делать с остальными бутылками конца и после этого видео еще вам покажу что у меня получилось и будем ждать когда наши огурцы прорастут буду пока задача что с ними сделать как получить урожай зимой видите у нас снег на крыше снег зима январь месяц следите за следующими видео и того что у меня получилось я посадил все семена емкость и поставил эти емкости на подоконник слева у меня получается восход солнца справа закат будет солнце прямо у меня будет светить солнце постоянно это примерно с 8 до 5 вечера сколько на момент зима но я думаю этого будет достаточно уже запишу видео о том как они меня проросли желательно вот эту рассаду через день опрыскивать просто опрыскивать чтобы она подрастала потому что нужно вам комната забирает температуру забирает влажность точнее тем более батарея снизу стоит она будет немножко сушить воздух у нас семена не засохла нужно опрыскивать не бойтесь лишняя вода уйдет дренаж на дренаж как вы видели сантиметра 2 внизу этого достаточно следим дальше ждем прошло два дня после того как мы высадили наши семена в землю как вы видите одно семена у нас проросло у нас есть маленькое растение два симптомных листочка склеены в единый после чего не расклеится и будут расти у нас будет огурец хочу вам сказать я допустил наверное очень большую ошибку когда заготавливал землю для этих растений она мне не высохла я его вложил мокрый она получается забилась на твердое твердое есть земля которые мягкая и рыхлая в ней прорастут видите даже визуально вот это 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 ведь она такая после дождя и когда не была определенная там влажность и сразу солнце ударила она затвердела ну что же будем ждать возможно они прорастут очень надеюсь на это как минимум меня вот будет 6 штук то это точно должны прорасти лучшем случае следите дальше за моим видео